Здравствуйте, с вами Артур Газаров, это программа Открытый диалог. Сегодня мы будем говорить о деятельности Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения РСО Алания. Наш гость, главный врач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Астан Керменович Мициев. Здравствуйте, Астан Керменович. Добрый день. Ну, чтобы было понятно нашим телезрителям, Республиканская клиническая больница скорой помощи, речь идет о ЦКБ, да, или как еще называют ОКБСП. То есть в обществе, это среди, в народе, эта больница известна именно под таким наименованием. Ну, правильное наименование, это именно такое наименование, о котором мы сказали, Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи. Астан Керменович, вы работаете около полутора лет, в должности главврача Республиканской клинической больницы. И вступая в должность, с какими проблемами вы столкнулись, какие из них удалось решить, какие-то, может быть, из них не удалось решить. Можете рассказать об этом подробно? Да, заступая на должность главного врача, руководства Республики, главой Республики, были поставлены следующие задачи решить, которые было необходимо. Это первое-наперво, обеспечить медикаментами всех поступающих пациентов, причем медикаментами не просто первого ряда, а всеми, которые нужны для оказания качественной медицинской помощи. Второй вопрос, вторая задача, это, конечно же, улучшение качества, оказывая медицинской помощи. На данный момент задача медикаментозного обеспечения полностью решена. Все пациенты, находящиеся на стационарном медицинском наблюдении, лечении, получают все необходимые медицинские препараты, которые значатся в стандартах оказания медицинской помощи. Что касается качества, улучшения качества оказываемой помощи, то также благодаря титаническим усилиям непосредственно врачей, среднего, младшего медицинского персонала, медицинская помощь, оказываемая в стенах нашей больницы, она довольно-таки высокого качества, что свидетельствует выполненные нами впервые объемы высокотехнологичной медицинской помощи. Тем не менее, Астан Керменович, в настоящее время какие проблемы Вы выделили, с которыми сталкивается республиканская клиническая больница? Наиболее сложные проблемы? На данный момент имеются определенные проблемы. Это материально-техническое состояние двух зданий. Это здание гастроэнтерологии и здание, в котором находятся три инфекционных отделения. Но, как уже стало известно, на следующий год благодаря руководству республики заложены определенные финансовые средства, которые позволят отремонтировать указанные мной отделения, что также позволит еще на более высоком уровне оказывать медицинскую помощь. То есть пациенты, находясь в отремонтированном здании со всеми удобствами, они гораздо быстрее будут идти на поправку, чем в стенах, которые уже поражены грибком. В настоящее время эти отделения работают? Да, отделения функционируют, поскольку даже несмотря на слабое такое неоснащение, состояние здания, в этих отделениях работают высококлассные специалисты. И к этим специалистам у нас огромная очередь даже в плановом приеме. Это касается гастроэнтерологического отделения, где работают у нас очень грамотные врачи. То же самое касается инфекционного корпуса. То, что касается, Вы сказали о том, что необходимо произвести ремонт, восстановление этих зданий. А возможно ли восстанавливать эти здания и при этом одновременно оказывать медицинские услуги? Да, конечно. Проблема в том, что сама больница не способна восстанавливать, проводить какие-либо ремонтные работы, поскольку мы имеем одноканальное финансирование с помощью средств ОМС. Так вот, средства ОМС, они не предусмотрены на какой-либо ремонт, текущий капитальный. Нам нужны бюджетные средства. Как я уже сказал, руководством республики этот вопрос уже решен. Будет производиться ремонт. Это никак не повлияет на качество и своевременность, оказывая медицинской помощи, поскольку в нашей структуре имеется более 500 коек, которые по необходимости могут быть перепрофилированы. Вы сказали о том, что проблема обеспечения лекарственными препаратами, она была решена медицинским учреждением, больницей. Но, тем не менее, как удалось решить эту проблему, задаю этот вопрос, потому что все-таки он неоднократно поднимался. Речь не идет только о вашем медицинском учреждении, но и в других медучреждениях. То есть люди, они часто возмущаются тем, что им приходится платить за какие-то лекарственные препараты. Может быть, где-то это и происходит на основании, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Может быть, в каких-то случаях идет нарушение. И в связи с этим, как удалось вам решить эту проблему обеспечения лекарственными препаратами? Потому что, насколько мне известно, эта проблема, она еще несколько лет тому назад существовала. Да, самое главное было для нас понять, какие медикаменты необходимо закупить. Для этого мы собрали всех заведующих отделений в первое же время нашей работы и попросили их провести формулярную комиссию и предоставить нам список лекарственных средств, которые необходимы для поступающих пациентов по назовологическому ряду заболеваний. Заведующее отделение предоставили весь перечень медикаментов согласно стандартам и клиническим рекомендациям. После чего мы стали закупать данные препараты по так называемому 44-му федеральному закону через акционные. Некоторые препараты, стоимость которых была невелика, мы закупали по прямым договорам до 100 тысяч рублей. То есть все медикаменты, которые были необходимы в кратчайшее время, больница получила в полном объеме. И эти медикаменты есть на данный момент в каждом отделении. Бывало, да, до этого такие случаи бывали лет пять назад, когда пациентам приходилось самим покупать препараты. И мы столкнулись с такой практикой, что пациенты предоставляли нам чеки о том, что они покупали эти препараты. Если данные препараты значились в их истории болезни, то приходилось, конечно, возмещать стоимость препаратов. То есть люди, которые проходят лечение в медицинском учреждении, они могут обратиться в это медицинское учреждение, предъявить эти чеки, и эти чеки будут оплачены? Это зависит от конкретного случая. И просто так оплатить чек нельзя. Нужно провести, соответственно, комиссию. Были назначены препараты, не были показания к назначению. И каждый случай, я уверен, что должен решаться индивидуально. Результаты этих решений нам с вами, конечно, неизвестны. А можно ли на сегодняшний день говорить о том, какие препараты являются бесплатными для граждан, которые проходят лечение в ЦКБ и, может быть, даже и в других больницах, медицинских учреждениях республики? А какие из этих препаратов являются платными? Да, я правомерен говорить сейчас о работе непосредственно клинической больницы скорой медицинской помощи. И скажу, что все поступающие больные, находящиеся, как я уже сказал, на стационарном лечении, получают весь необходимый перечень медикаментов, который указан в так называемых стандартах. То есть все, что необходимо по назовологической единице, каждый пациент получает. Все, что ему нужно, у него все имеется. А какие препараты являются платными? Нет такого понятия платные препараты. Есть препараты, которые входят в так называемый перечень жизненно важных медицинских препаратов, которые утверждаются каждый год. И они все должны быть бесплатны абсолютно для пациента. Они все имеются. Если же сам пациент хочет на выбор какой-то препарат, который не входит в эти стандарты, и он врачом не назначается, то он может его купить. Но все, что нужно, в больницах имеется. То есть те препараты, которые являются жизненно необходимыми? Они должны предоставляться бесплатно пациенту. Все препараты, которые входят в стандарты оказания медицинской помощи и кратность их применения равна одному, они должны быть бесплатно предоставлены пациенту. И, соответственно, эти препараты, они оплачиваются из медицинского полиса? Это из средств, которые находятся из фонда страхования, я так понимаю? Да, специфика нашей работы, нашей работы, я говорил про экстренную больницу, вне зависимости от того, имеет ли пациент полис страховой, не имеет вообще, является ли он гражданином России, не является. Он поступает к нам, и мы обязаны, и мы оказываем ему абсолютно бесплатную медицинскую помощь, вне зависимости от того, застрахован он или же не застрахован, поскольку наша больница является экстренной. И, как уже было сказано, полный курс медицинского лечения получает бесплатно, не только медлечение, но также необходимые лечебно-диагностические мероприятия, показанные непростоятельно при его нозологической единице. То есть, независимо от наличия медицинского полиса, услуги, тем не менее, будут оказаны? В экстренной больнице, если у человека имеется экстренный диагноз, то есть, состояние угрожает его жизни, он будет доставлен в клиническую республиканскую и клиническую больницу скорой медицинской помощи, и вне зависимости от его гражданства, от его наличия страхового полиса, помощь будет оказана в любом случае. Стан Керменович, у нас есть первый звонок. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 542673. Также трансляции идут в социальных сетях, в Facebook и Instagram. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Это селение Цунжа, пригородный район. Мотива Цаира Васильевна. Во-первых, я хочу поблагодарить главного врача. Он очень хороший. Спасибо ему большое. Несмотря на то, что он молодой специалист, очень много он для этой больницы делает. Я просто хочу задать, как мама двоих врачей, которые работают в Питере, в военно-медицинской академии, просто я хочу задать один такой вопрос. Недавно ко мне еще как депутату обратились с Питера. Девочку прооперировали в Питере в военно-медицинской академии. Приблизительно где-то 4 дня тому назад она приехала. Было сказано, как только она сойдет в аэропорту Беслана, она имеет право в любой клинике Владикавказа зайти, чтобы просто сделали перевязку на голову, где была проведена операция. Ну, перевязкой на шканой. В первую очередь они обратились вот в эту больницу. Им сказали подойти в сам пункт, где была отказана провести эту перевязку. Я просто хотела узнать, они имели право ей отказать или должны были оказать помощь и провести перевязку? Спасибо за вопрос. Да, позвольте ответить на вопрос. Как я уже сказал, Республиканская клиническая больница является экстренным учреждением, экстренным учреждением, оказывающим экстренную помощь. В данном случае речь идет о перевязке. Это амбулаторная помощь. То есть перевязка производится амбулаторно, непосредственно либо в поликлинике по месту жительства, либо амбулаторно. Соответственно, мой экстренная больница, возможно, в данный момент поступил экстренный больной. В травмпункте врач оказывал экстренную помощь. Поэтому он не смог произвести перевязку. Перевязка – это медицинская процедура, которая не является экстренной. Производится по месту жительства прикрепленной поликлиники. То есть перевязка не относится к специфике вашего медицинского учреждения? Данными процедурами занимаются по месту жительства в поликлинике в плановом порядке. У нас имеются пациенты, которые после операции уписываются домой и прикреплены к своей поликлинике. И тем пациентам, которым нужны просто перевязки, они уже в больнице не находятся. Они находятся под наблюдением поликлинических врачей. И в поликлинике им производятся те виды манипуляций, которые им нужны. То есть просто перевязку необходимо проводить по месту жительства в поликлинике. И эту перевязку можно сделать в любое время суток? В зависимости от того, как работает поликлиника. Смотрите, допустим, если перевязка по вине пациента уже несколько дней не делалась, в домашних условиях пациент не обратился ни в поликлинику, возможно, произошло инфицирование раны, и тогда этот пациент поступает по скорой помощи, либо сам в нашу экстренную больницу, врач видит ситуацию и оказывает уже экстренную помощь, поскольку рана воспалилась. Тут не только перевязкой нужно отделаться, а не провести первичную хирургическую обработку, провести курс антибиотиков. Тогда это уже относится к экстренной категории. А если у пациента просто перевязка, сменить марлевые тампоны, эта помощь оказывается в амбулаторных условиях планово. То есть есть понятие экстренной медицинской помощи, а есть понятие плановой медицинской помощи. Если врач экстренной помощи оказывает экстренную помощь, одновременно к нему поступает плановый пациент, то он имеет полное право отправить его по месту жительства в поликлинику, где ему будет произведена перевязка. Тем более селение Сунжа относится к пригородному району, где имеется так называемая центральная районная больница, пригородная больница, где эти пациенты должны были обратиться туда, и в поликлинике бы им провели необходимую ту процедуру, которая им нужна. То есть смена перевязки. В самом начале разговора Вы сказали о том, что Вы делили две проблемы, с которыми Вы столкнулись, вступая в должность главврача. Это обеспечение лекарственными препаратами. И вторая проблема – это качество лечения. Вот давайте остановимся более подробно на второй проблеме – это качество лечения. Вот как Вы работаете вот с этой проблемой, и какие меры предпринимаются для того, чтобы повысить качество лечения? Либо, может быть, Вы считаете, что оно на достаточно высоком уровне находится на данный момент? Совершенство, как известно, не бывает предела, и врач в зависимости от его состояния должен всегда совершенствовать свои знания, вне зависимости от того, сколько лет и где он проработал. То есть профессия врача – это та профессия, которая требует каждодневного улучшения по увеличению багажа своих знаний. Что же касается проблемы улучшения качества оказания медицинской помощи, нами при заступлении на данную должность был создан так называемый отдел контроля качества. Привлечены новые специалисты, которых не было. И основной задачей этих специалистов было рецензирование поступающих историй болезни. То есть каждую историю болезни индивидуально рассматривали специалисты по профилю. Мы находили определенные изъяны, вызывали врачей, указывали на их ошибки, которые необходимо будет исправить. И таким образом, постепенно-постепенно, нам удалось выйти на новый уровень именно качественного оказания медицинской помощи, когда другой специалист непосредственно узкой направленности рецензирует историю болезни и указывает те недочеты, которые имелись. В последующем такие недочеты уже исправлялись. Что, как я уже сказал, отразилось на качестве оказания медицинской помощи. Просто могу представить тот факт, что полтора года назад в среднем 800-900 пациентов за месяц мы выписывали. На данный момент данная цифра равняется 1300 человек. То есть в среднем за месяц клиническая больница скорой медицинской помощи выписывает 1300 человек. Это говорит, если бы мы плохо работали, к нам бы столько пациентов не обращалось. У нас очередной звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Ваш вопрос. Здравствуйте, Астан Кирминович. Добрый день. Вы вот называете, что у вас экстренная медицинская помощь. Какая она может быть экстренная, если с часу дня до полшестого вечера я отправлял человека, который вам привезла скорая. Это называется экстренная медицинская помощь. Я просто поинтересоваться хочу. Спасибо. Пожалуйста, в следующий раз озвучивайте конкретные факты. Просто я не люблю... Может быть, тогда наш телезритель оставит свой номер телефона и обратится по кому? И знаете как, я не люблю такие провокационные вбросы. Мне нужен конкретный факт. В приемном покое, если человек сталкивается с, по его мнению, некачественным обращением, некачественное оказание медицинской помощи, имеется мой личный сотовый номер. Если же вы... Я понимаю, что это бюрократический момент, оформление документов. Это понятно все. Но с часу дня до полшестого вечера как можно оформлять человека в дольнице экстренной медицинской помощи? Скажите, пожалуйста, конкретно фамилия, имя, отчество пациента. Это невозможно с часу дня до полшестого находиться в приемном покое, чтобы пациента не оформили. Я как главный врач это заявляю достоверно. С часу дня до полшестого такого быть не может. Скажите, пожалуйста, фамилия, имя, отчество пациента. И буквально по завершению эфира я сам приеду в клиническую больницу и буду заниматься этим вопросом. Пожалуйста, оставьте свой контактный номер телефона, потому что я лично вам буду звонить. И мы с вами вместе посмотрим, на самом деле было так, или же это очередной провокационный какой-то момент. Я могу его оставить у оператора или... Да, конечно, у оператора, у редактора, да. И мы с вами непосредственно после эфира свяжемся. Скажите, пожалуйста, с какой нозологией вы привезли пациента? Алло. Просто хочу сказать, что в приемном покое размещен мой личный номер телефона, сотовый номер телефона. Если бы данный пациент с часу дня, как он заверяет, до полшестого там находился, я вас уверяю, через 15 минут бы он мне набрал. Звонка никакого не поступало, да и к тому же, кто сталкивался с работой приемного покоя, он знает, что пациенты 4,5 часа не могут находиться в приемном покое с экстренным диагнозом. Поэтому, конечно же, я вас прошу взять номер телефона и непосредственно сейчас свяжусь с этим пациентом. Ну, мне сообщают редакторы, что номер телефона, дозвонившийся телезритель оставил номер телефона. Отлично. Поэтому у вас наверняка будет возможность созвониться и выяснить действительно, насколько эта ситуация реальна, насколько это соответствует действительности. Те обстоятельства, о которых говорил телезритель. Мы говорили о повышении, возвращаясь к нашему вопросу, о повышении качества. Все-таки, мне кажется, вы не договорили. Какие конкретно меры предпринимаются, вы сказали о том, что совершенству нет предела. И действительно, в этой связи, наверное, большое значение имеет повышение квалификации кадров медицинских учреждений. И у меня есть множество знакомых, которые также работают в медицинских учреждениях, но не в вашем медицинском учреждении, а в других медицинских учреждениях. И они часто жалуются на то, что нет возможности повышать квалификацию. То есть, часто бывает так, что им предлагают повышать квалификацию за их счет, зарплаты невысокие. И поэтому, конечно, возникают объективно, возникает ряд затруднений. Вот как бы вы прокомментировали ситуацию именно в вашем медицинском учреждении? Да, конечно же, вы правы. И любому человеку, в том числе и врачу, необходимо повышать уровень своих знаний. И в большинстве случаев увеличение багажа знаний производится за счет выезда в другие клиники, освоения новых методик, и когда человек способен перенимать опыт передовых клиник. Остан Керменович, у нас еще один звонок, давайте пока выслушаем, и потом вернемся к нашему разговору. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Казанцева Наталья Юрьевна. Мы вас слушаем. Я хотела бы выразить благодарность Остану Керменовичу за те условия, которые сейчас в больнице у нас. У меня совсем недавно лежал в КБСП брат. Я была приятно удивлена, какая сейчас чистота и благоприятные условия в больнице. Мы ни копейки не потратили на медикаменты. Отношение персонала было к нам очень внимательное. Также главврач в ночное время приезжал в больницу с проверкой. Это вообще меня удивило. А несколько лет назад у меня лежала сестра в этой больнице. Так вот сейчас и тогда большая разница. И внутри, и снаружи двор стал намного чище. Огромная благодарность вам, Остан Керменович, и вашему персоналу за ваш ежедневный нелегкий труд. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот уже такие благодарности высказывают. Первые уже дозвонившиеся, значит, к этому есть определенные основания. И возвращаясь к нашему вопросу, Остан Керменович, о повышении квалификации. Каким образом повышается квалификация? Вы говорите, что специалистов направляют, как правило, в другие города. Куда именно направляют? В каком порядке? Тоже хочу выразить благодарность руководству республики, которые заложили такую возможность повышения квалификации за счет средств ОМС. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования выявил, не выявил, сделал такую возможность путем создания так называемого нормированного запаса. И позволил медицинским учреждениям на основании их заявок отправлять своих сотрудников на повышение квалификации абсолютно бесплатно, как и для больниц, так и для своих сотрудников. То есть каждый главный врач определяет необходимый вектор направления своей больницы, подбирает специалистов, которым необходимо улучшить свои знания, подает заявку в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, предоставляет весь необходимый пакет документов, после чего фонд полностью оплачивает. Это один из механизмов возможности отправки сотрудников на повышение квалификации. Второй способ — это, конечно же, внебюджетные средства, которые у каждой больницы имеются. И за этот счет руководство больницы должно отправлять своих сотрудников на повышение квалификации именно по тем направлениям, которые имеются в больницах. Что касается клинической больницы скорой помощи, то все врачи, которые нуждаются в выезде за пределы республики по разным причинам, то ли повышение квалификации, то ли перепрофилирование своих знаний, они получают абсолютно бесплатно возможность выехать и получить образование. То есть на данный момент могу говорить, что в республиканской клинической больнице все, без исключения врачи, которые хотят объективно выехать за пределы республики, получить новые знания, у них эта возможность есть. Мы каждый месяц отправляем на обучение своих специалистов, либо за счет средств ОМС, либо за счет средств вне бюджета. Вы сказали о том, что если, скажем так, специалист, врач имеет такое желание повысить квалификацию, то он должен обратиться. А вопрос повышения квалификации, это связано именно с желанием специалиста, либо здесь существуют какие-то требования к периодическому повышению квалификации? То есть это медицинское учреждение должно решать, либо это решается на уровне специалиста? Я же сказал, что определяется вектор направления, вектор развития руководством больницы. Допустим, если врач хочет обучиться по кардиологии, а в больнице этого направления нет, то главный врач не может послать специалиста обучаться по тому направлению, которое в больнице не развито. То есть непосредственно руководство больницы должно знать те больные точки, те векторы развития, которые необходимы для улучшения качества медицинской помощи. И соответственно предоставлять условия своим специалистам, возможность выехать, обучиться, познать что-то новое. Да, в медицине существует, что каждые пять лет, с периодичностью в пять лет необходимо подтверждать свои знания, подтверждать свой диплом. И повышение квалификации возможно проходить на базе нашей медицинской академии. Но если у человека имеются данные, имеется потребность в чем-то новом, чего нет у нас на базе нашей академии, то работодатель обязан послать его на обучение, чтобы полученные знания в последующем данный специалист мог реализовывать непосредственно на своей родине, тем самым улучшать качество медицинской помощи нашему населению. У нас еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Но мне надо поддерживать время, когда я приезжаю. Я не думаю, что я не знаю, что у меня есть пациенты. Помнишь вам. Мы не очень говорят, что у вас есть возможность убедить, чтобы не забрать полностью обшелся, чтобы угость ваших проблем. Остан Керменович, возвращаясь к нашему разговору о повышении квалификации, вы сказали, вы поблагодарили руководство республики за то, что за оказанную помощь, да, в решении проблемы, повышение квалификации. Решение этой проблемы, оно было связано с какими-то волевыми решениями руководства республики? Были поставлены задачи территориальному фонду обеспечить возможность, чтобы главные врачи отправляли своих работников, медперсонал на повышение квалификации. И данная возможность финансовая, данная задача была решена. Благодаря этому у нас теперь имеется один из инструментов, который облегчил, конечно, финансовую жизнь больницам. Остан Керменович, вы сказали о том, что в медицинском учреждении, в ЦКБ в настоящее время был создан отдел контроля качества, и это отразилось на тех услугах, на медицинских, непосредственно на медицинских услугах, на оказываемых медицинских услугах. Вы сказали о том, что количество выписываемых людей в больнице в месяц увеличилось, и существенно увеличилось, исходя из той статистики, которую вы привели. Более подробно можете рассказать о том, что это за отдел, что за люди были привлечены в этот отдел? Они приехали, может быть, с других городов, либо они, скажем так, специалисты были укомплектованы именно в масштабах республики, то есть были привлечены эти кадры. Более подробно можете об этом рассказать? И как они могут оценивать качество, насколько они вообще могут оценивать качество, скажем так, оказываемых медицинских услуг? Служба контроля качества, она, по моему мнению, является необходимой в каждом лечебном учреждении. Данной службы до нашего прихода в больницу не существовало как таковой. Был всего лишь один человек, который физически не мог охватить тот объем, который имелся. Нами были приглашены специалисты с разных областей. На данный момент данную службу возглавляет, как уже было в телефонном звонке сказано, Сергей Александрович Кануков, человек с большим опытом работы, опытом работы не в нашей республике, а за рубежом. Он практиковал 10 лет врачом-кардиологом в Соединенных Штатах Америки. То есть огромный опыт оказания медицинской помощи в передовых клиниках у него имеется. Нам повезло, что он попал к нам в больницу. Я перебью вас, Астан Кирминович. Вот специалисты, которые работают в отделе контроля качества, они сами являются практикующими врачами? Да, конечно же. Это же необходимо, чтобы человек, который рецензирует историю болезни, он имел минимальные основные принципы воззрения на ту медицинскую помощь, которая имеется на данный момент. Все они являются практикующими врачами. В зависимости от их... Они работают в ЦКБ или в других каких-то учреждениях? Они работают в клинической больнице скорой и медицинской помощи. Основная их работа – это врачи контроля качества. Кроме того, по совместительству, это, конечно же, не запрещено, они работают в наших лечебных учреждениях, городских учреждениях, не только в КБСП. Астан Кирминович, у нас еще один звонок. Давайте пока выслушаем, и потом обязательно вернемся к этому интересному вопросу. Да, пожалуйста. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Тамара Самаева. Я позвонила, чтобы выразить огромную благодарность Астану Кирминовичу. Можно. У нас в больнице, в КБСП, лежал дядя родной, Роберт Хубецов. Он был в очень тяжелом состоянии. Он попал в реанимацию, и за его жизнь боролись в течение двух суток. И все сложилось удачно. Дай Бог, он здоров. Мы очень счастливы. И я хочу выразить благодарность составу больницы, врачам, всему медперсоналу и младшему в том числе. И, как мы все понимаем, что слаженная работа медперсонала – это правильное руководство. Поэтому спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, очередная благодарность. Ваш адрес. Стан Кирминович, мы остановились на вопросе деятельности отдела контроля качества. Вы сказали, что руководит им Кануков, Сергей Александрович. Вот более подробно, если можно, расскажите. Да, все эти, как я сказал, являются практикующими врачами и на очень высоком уровне владеют всей не только теоретической, но и клинической базой. Что самое главное в лечении? После того, как пациент полечился, его выписали, первонаперво экспертиза проходит на уровне заведования, поскольку у нас каждую неделю совместные обходы непосредственно мной, с моими заместителями и заведующими отделениями. В процессе обхода мы просматриваем историю болезни, далее общаемся с пациентами и корректируем основные направления либо медикаментозной терапии, либо подключаем дополнительные методы обследования. Но после того, как пациент выписывается, истории болезни проходят более детальную проверку. И врач-эксперт, владая широкими познаниями, имея уже возможность не торопясь и не очень быстро, досконально каждую историю болезни изучает. И по мнению великих ученых, в Талмудах, что описано, указываются имеющиеся ошибки, если они имеются. Допустим, стоило подключить вот этот препарат, а не этот. Необходимо было провести диагностику этого, а не этого, либо добавить что-то. И в следующий раз, когда к врачу поступает пациент с такой же нозологией, он уже знает, что правильно для этого делать. То есть постепенно с каждой историей болезни мы своих врачей обучаем. То есть на более высокий уровень выходят их как теоретические, так и практические знания. Это необходимо в работе каждой клиники, поскольку всего знать невозможно. Но указывая те недостатки, которые имеются в истории болезни, врач в последующем уже не допускает. Что, конечно, повышает качество, оказывая медицинской помощи. То есть отдел контроля качества, он также способствует повышению квалификации. Да, не только квалификации, но еще и позволяет сэкономить огромные деньги. Просто приведу пример. По окончании месяца мы подаем так называемые реестры оказания медицинской помощи в страховые компании. Страховая компания вправе затребовать любую историю болезни. У страховых компаний имеются свои эксперты медицинской деятельности, которые проверяют истории болезни. Если они определяют какие-то дефекты оказания медицинской помощи, то они штрафуют медицинскую организацию. В среднем штрафы в КБСП равнялись от 1 до 1,5 миллионов ежемесячно. На данный момент штрафов в КБСП... Очень существенные. Да, 1,5 миллиона в среднем мы не досчитывались бы вследствие того, что у нас имелась определенная дефектовка в стандартах оказания медицинской помощи. На данный момент в КБСП штрафов нет. То есть это тоже благодаря сотрудникам контроля качества, благодаря всему медицинскому персоналу. Потому что слаженная работа всего медицинского персонала позволила выйти нам на более высокий уровень медицинской помощи. У нас еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Вячеслав Дулаев. У меня вопрос к нашему гостю. Даже два вопроса. Первый. Вот можно узнать, сколько у нас вообще бригад скорой помощи. И сколько должно быть. Вот есть ли какая-то норма по населению в городе, столько-то должно бригад. Потому что очень долго иногда едут. И второй вопрос. Вот есть такая информация. При Агузарове на скорую помощь было выделено около 9 миллионов. Позже объединили КБСП со скорой помощью. И вами было сказано, что эти деньги идут на долги КБСП. И вот когда эти деньги вернутся, вернутся ли эти деньги обратно на скорую помощь? Спасибо. Спасибо. Ну, такие два вопроса. Наверное, начнем по порядку. Сколько бригад скорой помощи на данный момент и сколько должно быть? На данный момент штатная численность по сменам составляет 28 бригад. То есть у нас имеется 4 смены. Первая дневная, которая работает с 8 утра до полу третьего. И 3 вечерние смены, которые заступают с полу третьего до 8 утра следующего дня. Так вот, в каждой смене по штатному расписанию имеется 28 бригад. Но стоит учитывать тот факт, что ежемесячно в среднем 3-4 бригады врачи 3-4 бригад бывают либо в отпуске, либо на больничном. Что было сказано о том, что врачи долго доезжают? Мы уже много раз благодаря средствам массовой информации освещали работу скорой помощи. И пытались объяснить населению, что группы вызовов, поступающие на станцию скорой медицинской помощи по приказу Минздрава, делятся на две категории. Первая категория – это экстренные вызовы. К этой категории относится та часть вызовов, при котором имеется угроза жизни человека. Это огнестрельные, ножевые ранения, падения с высоты, травмы, ожоги, роды, инсульты, инфаркты. То есть на эти вызовы скорая помощь должна приезжать в течение 20 минут. Это экстренные вызовы. Есть понятие «неотложные вызовы», то есть те вызовы – это обострение хронических заболеваний, которые не могут привести к гибели организма. И вот по стандартам Минздрава на такие вызовы скорая медицинская помощь доезжает в течение двух часов. То есть людям нужно понимать, если у него обострение холестита, панкреатита, то скорая имеет право приехать в течение двух часов. Но в это же время может поступить вызов с жалобами, предполагающими инфаркт, миокарда, инсульт. Вот в этом времени скорая помощь, конечно же, выйдет первостепенно на этот вызов, где имеется угроза жизни. Приедет, доставит пациента в больницу и спасет ему жизнь. Это экстренный вызов. Мы до него доезжаем 20 минут. Неотложные вызова у нас идут до двух часов. Это нормативная Минздрава. И это нужно понять нашему населению. Что касается вопроса по поводу, мной было сказано о том, что какие-то деньги пойдут на погашение кредитов. Никогда в своих высказываниях, в различных интервью, которые я давал средства массовой информации, вопросы погашения кредиторской задолженности посредством каких-либо средств, кем выделенных, как-то выделенных, я не озвучивал, поскольку это не в моих полномочиях и вне моей компетенции. Объединение скорой помощи КБСП прошло при мне, когда я в 2016 году являлся заместителем главного врача по станции скорой медицинской помощи. Эту задачу необходимо было выполнить, объединить работу всей экстренной службы, чтобы экстренная служба подчинялась одному руководителю, поскольку гораздо легче регулировать работу экстренной службы, когда она находится в одном управлении и более компактно. Вследствие этого, по стандартам Минздрава, была произведена реорганизация и соединение клинической больницы скорой помощи с самой станцией скорой медицинской помощи. И уже полтора, даже два года мы работаем вместе. Больше скажу, в этом году мы объединили всю службу скорой помощи республики, за исключением Моздока и Феогдона, в одно целое. То есть у нас сейчас функционирует единая центральная диспетчерская, и все вызовы обслуживания, все вызовы регулируются непосредственно с диспетчерской, располагающейся на проспектке Далатора, 22. Стан Герменович, у нас еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер, меня зовут Зара. Артур, у меня не вопрос, а скорее комментарий, он, наверное, не по адресу, но все-таки воспользуюсь случаем, и так как тема медицины, очень хотелось бы поделиться с вами. В начале месяца я попала в хирургическое отделение клиники СОГМАН. Вот мои представления о врачах кардинально поменялись. Мы же как привыкли, что в Осетии всегда критикуют медицину. Собственно, я ее всегда критиковала. Но вот благодаря тому, что я попала в это отделение, мое представление о врачах и о медперсоналих кардинально поменялось, потому что врачи попались очень чуткие, профессионалы высокого уровня. Хотелось бы очень выделить таких врачей, как Улзмага Соломоновича Бесликоева, Германа Доева, Арсена Малиева. Вот спасибо им огромное и низкий поклон. Я надеюсь, что Бог даст им долгих лет жизни еще больше, чтобы они могли радовать вот так своих пациентов, выздоравливать их, и чтобы всегда у них все было хорошо. Вам тоже желаю не болеть. Сейчас период как раз вот такой вот авитаминоз, и все, вот зима на дворе. Вам тоже желаю не болеть. А если вот уж так получается, что вы, не дай Бог, заболеете, то попасть вам только вот к таким вот врачам высокого уровня. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое взаимно. Астан Керменович, мы затронули такую тему, это скорая помощь, деятельность, работа скорой помощи. Вы сказали о том, что скорую помощь объединили, за исключением нескольких районов. Это Моздокский район вы назвали, и еще один район. И насколько вот это объединение удобно, и как оно скажется, или уже может быть сказывается на эффективности деятельности скорой помощи? Может быть, на сегодняшний день, возможно, уже можно говорить о каких-то результатах? Да, в большинстве регионов России служба скорой медицинской помощи, она довольно-таки централизована. То есть существует единая подстанция, которая регулирует деятельность всей экстренной службы в определенном взятом регионе. В начале этого года нам была поставлена задача также сформировать так называемую единую центральную диспетчерскую. Для чего это необходимо? Это было необходимо в первую очередь для улучшения, повышения доступности медицинской помощи. Просто приведу пример. Два района, просто, Чекнееравский район и Дегорский район, в каждом из районов по четыре бригады. Одномоментно может поступить четыре вызова в Дегорском районе, и все четыре бригады выезжают на вызовы. Поступает пятый вызов. Так вот, этот пятый вызов в условиях разрозненности будет находиться на ожидании. Непонятно, сколько времени. А если это экстренный вызов, то там необходимо быть в течение 20 минут. И этот вызов будет ждать своего врача. На данный момент, если все бригады в Дегорском районе заняты, то на помощь приходят кареты скорой помощи с Иравского района. То есть диспетчер, который сидит на базе, он в режиме реального времени видит по системе ГЛОНАСС. Кстати, все автомобили скорой помощи оснащены системой ГЛОНАСС. Он видит наиболее приближенную к участку вызова машину и отправляет ее с другого района. То есть качество и доступность медицинской помощи от данного объединения, конечно же, увеличилось. Кроме этого, каждый из нас знает о том плачевном состоянии службы скорой медицинской помощи, которое было. В данный момент при объединении службы скорой помощи позволило добиться момента, что все медикаменты, которые необходимы для оказания скорой медицинской помощи во всех районах уже имеются. То есть определенные стандарты уже применяются в лечении, в оказании первичной медицинской помощи. И теперь мы с вами точно знаем, с моими работниками, куда пациента необходимо везти. То есть, допустим, пациент в Иравском районе, определенная у него нозологическая единица, и мы уже точно знаем, куда этого пациента нужно возить. До этого было как? Сначала в одну больницу привезут, там обследуют, нет другой диагноз, уже в другую больницу. На данный момент уже диспетчер, врач скорой медицинской помощи, старший врач скорой медицинской помощи, получает данные по состоянию больного, основываясь на его симптоматике и проведенных минимальных инструментальных обследованиях, выставляет маршрутизацию, и больной прямиком доставляется в то лечебное учреждение, которое необходимо. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Ирина. Добрый вечер, Астан Кирминович. Я звоню вам с пригородного района. Вот у нас такая больная тема. У нас очень хорошие, квалифицированные врачи скорой помощи. Слава Богу. Но у нас больная тема такова, что объединили. Было очень удобно для больных, то, что в каждом населенном пункте была своя скорая помощь, свои бригады, и все всегда приезжали вовремя, и не надо было долго ожидать кариту скорой помощи. Я очень вас прошу, я прошу даже министра здравоохранения, от лица своего населения, со мной сейчас многие согласятся. Верните, пожалуйста, нам нашу скорую помощь. Мы без них не можем. В каждый населенный пункт должны быть свои машины. Так как они нас обслуживали, я же еще раз повторюсь, было очень удобно. Пожалуйста, поднимите этот вопрос и скажите, что население это не устраивает. Это очень неудобно для больных. И я бы очень хотела, чтобы этот вопрос решился в пользу больного населения. Спасибо. С этой проблемой, да, отвечу на вопрос. Конечно, с этой проблемой мы знакомы. Это касается психологического составляющего. То есть люди привыкли, что в их населенном пункте должна стоять скорый автомобиль, скорой медицинской помощи. То есть неважно, на вызове, не на вызове. Главное, при амбулатории стоит карета и уже нам на душе легче. На данный момент, что? Пригородный район, достаточно обширный район, имеются многочисленные населенные пункты. Вот приведу пример. В Октябрьском три вызова. Две кареты скорой помощи, которые отправляются на вызов, другой вызов ждет. Что мы делаем? Мы близлежащую карету ШСУЖи посылаем в Октябрьскую для оказания медицинской помощи. Да, население не видит то, что в Ферско-Акушерском пункте в амбулатории карета скорой помощи не стоит. И нам поступают звонки. А куда делась наша машина скорой помощи? Мы объясняем, что в этот момент, благодаря тому, что ваше привязанное к вашему населенному пункту карета скорой медицинской помощи, она выехала оказывать медицинскую помощь экстренную в Октябрьское и, возможно, спасет пациенту жизнь. То есть машины, благодаря единой центральной диспетчерской, они уже не привязаны к конкретному населенному пункту. Они едут туда, где есть экстренный вызов. Это неправильно, когда карета скорой помощи стоит без дела, а рядом в другом населенном пункте ожидается экстренный вызов. Просто, если задать любому человеку, если бы вы знали, что ваш экстренный вызов лежит на столе, а в соседнем населенном пункте врачи сидят без дела, и карета просто стоит, как бы вы на это отреагировали? Любой из нас скажет, что лучше бы эта скорая помощь не стояла там без дела, а приехала к нам на вызов. То есть нет такого, уже скорая помощь не привязана к амбулатории. Она уже едет туда, где есть необходимость оказания медицинской помощи. Остан Керменович, еще несколько лет тому назад, может быть, 3-4 года тому назад, очень бурно обсуждалась проблема, даже в нашем парламенте это обсуждение проходило, и в средствах массовой информации об этом много говорили. Проблема нехватки машин скорой помощи. Вот, как сегодня, насколько эта проблема сегодня решена, и насколько эти машины соответствуют качеству, предъявляемым требованиям к этим машинам. Ну, мне сообщают, у нас пока звонок, давайте пока выслушаем и вернемся к вопросу. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я вас беспокоил, дайте Владикавказ. Я нахожусь в Северной Осетии по направлению министра завохранения Поля Катинку. У нас 5 человек. Я доктор наук медицинских, профессор Хартман Игорь Львович. У меня вопрос к вашему главному врачу. Подскажите, пожалуйста, в какой вывлечь приказе Минздрава России или Северной Осетии, не знаю, это государство или не в государстве, что только через 2 часа может скорая помощь приехать к больному. Это первое. Второе. Мы были в Даргавске, мы были в Санебе, смотрели вот эту колку, которая вот была. Мы были, проезжали через село Кабан. Вот скажите, пожалуйста, как эти горные местности вы обеспечиваете скорую помощь? Вы говорите карета. Да, ну я думаю, что царской России уже нету. Да, но вот нормальным врачебным языком вы мне можете объяснить, как могут из этих сел вот скорая помощь, которой у вас нет. У вас есть якобы земская бригада, земской врач, на Ниве как-то что-то, а там мы беседовали в Даргавсе, которые глазами никогда не видели. Скажите, пожалуйста, как это планируется у вас в Санебе? Спасибо. Довольно-таки, да, провокационный вопрос. Что касается, нам было только что было озвучено доктора медицинских наук, и откуда я взял нормативы доезда скорой медицинской помощи. Все проблемы в том, что люди не хотят исполнять то, что имеется, и не знают нормативно-локальной базы. Приказ Минздрава Российской Федерации 26 января 2016 года 388-Н, где идет градация всех вызовов на две категории, как я уже сказал, это экстренные вызовы и неотложные. Экстренные вызовы должны быть обслужены в течение 20 минут с момента поступления вызова. И вторая категория, это неотложные вызовы, те вызовы, которые должны быть обслужены в течение двух часов с момента поступления вызова на станцию скорой медицинской помощи. Еще раз назову. Приказ Минздрава РФ 26 января 2016 года, 388-Н. Это не просто слова, это нормальный, это приказ. Это нормативный право. Конечно, да. Просто так говорить я это не имею права, это и есть. Просто касается. Да, 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 говорю. Что также было сказано, что я говорю, кареты скорой помощи. Можно будет просмотреть это интервью, я все время говорил, что это автомобили скорой медицинской помощи. И во всех документах, касающихся скорой медицинской помощи, они обозначены как автомобили. Я говорил об автомобилях. Что касается оказания медицинской помощи в труднодоступных населенных пунктах, было сказано автомобили Нивы. Так вот, автомобили Нива, они были предоставлены Министерством здравоохранения ФАПам, которые не относятся ни ко мне, ни к скорой медицинской помощи. То есть такие автомобили есть? Эти автомобили есть, они повышенной проходимости, и они предназначены для фельдшерско-акушерских пунктов при центральных районных больницах, на которых водитель доставляет либо фельдшера, либо врача к пациенту, который нуждается в оказании медицинской помощи. Кроме этого, при каждой станции... Это непосредственно идет речь о горной местности? Это идет речь о центральных районных больницах, которые обслуживают, в том числе и горные местности. На их вооружении, на оснащении имеются Нивы, о которых говорил телезритель. Нивы, они относятся не к скорой помощи, а к неотложной. Кроме того, у службы скорой помощи также имеются автомобили повышенной проходимости. Это УАЗ, автомобиль УАЗ. То есть те районы, к которым трудно доехать, там они имеются. И скорая медицинская помощь доезжает туда, когда это необходимо. Что-нибудь пропустил еще с вопросом телезрителя? Да я думаю, вполне исчерпывающе. У нас еще один звонок, это, наверное, последний у нас звонок. Времени остается не так много. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Диана. Добрый вечер, Александр Киринович. Добрый вечер. Я бы хотела вам задать такой вопрос. Ну, я не буду говорить, какое учреждение. В общем, у меня у друга сложилась такая ситуация. Его сын, ему стало плохо, вызвали врачей, ему сделали уколы, он впал в кому. Доставили его в реанимацию, месяц пролежал он там, открыв глаза через месяц. В общем, три дня его продержали и сказали, забирайте его домой. И на следующее утро он умер. В заключении написали, причина смерти не установлена. Как это так может быть, что с реанимацией человек, не разговаривая, вообще признаков какого-либо активной деятельности не проявлял, его выписали на третьи сутки. Можно попросить вас контакт номер оставить, чтобы я мог связаться? Да, конечно. Поясню, как такое может быть. Если можно, останки. Кратко, да. Есть клинический диагноз, на котором основываются врачи, который выставляется на основании клиники лабораторных методов обследования. И когда человек погибает, для установления окончательного диагноза необходимо проведение патологоанатомического вскрытия. Так вот, в большинстве случаев родственники, родные погибших, они отказываются от вскрытия, соответственно, окончательного диагноза, достоверного, в этом случае установить невозможно. Поэтому, если бы было произведено патологоанатомическое вскрытие, то окончательный патологоанатомический диагноз был бы выставлен. Что касается данного случая, то говорить о нем я не правомерен, поскольку конкретных данных об этом не знаю. Сейчас после эфира, если собеседник оставил номер телефона, я свяжусь с ним и постараюсь максимально ответить на его вопросы. Станкель, у нас есть буквально минута, и вот возвращаясь к нашему вопросу, в автомобилях непосредственно скорой помощи. Сколько у нас на сегодняшний день есть? Может быть, сколько у нас не хватает этих автомобилей? И какого качества эти автомобили, если можно очень коротко? В течение последних двух лет, также благодаря руководству республики, руководству Министерства здравоохранения, мы получили достаточно большое количество автомобилей скорой помощи. За последние два года больше республики Северной Осетии в России новых автомобилей скорой помощи никто не получил. В том году мы получили 24 автомобиля, в этом году также мы должны получить 24 автомобиля скорой помощи. Большинство из них это автомобили скорой помощи на базе Газели и Некст категория Б, то есть там имеется все необходимое оборудование для оказания квалифицированной скорой медицинской помощи, вплоть до аппаратов искусственной вентиляции легких, дефибрилляторов, то есть машины оснащены абсолютно всем. До данного момента станция скорой медицинской помощи в полном объеме оснащена автомобилями скорой помощи. Астан Керменович, мы, отрицатели канала, присоединяемся к тем благодарностям, которые сегодня были высказаны. Спасибо. Вы делаете очень большое, я даже сказал, великое дело лечения людей. И отдельно благодарны за то, что нашли время и поучаствовали в нашей передаче. Надеемся, это наша не последняя встреча. Да, конечно, спасибо. И в заключении хотел бы сказать огромное спасибо всему коллективу клинической больницы скорой помощи, всему коллективу станции скорой медицинской помощи, поскольку без их квалифицированной работы мы бы не достигли тех успехов, которые у нас есть. Это их каждодневный тяжелый, тяжеленный труд в структуре экстренной медицинской помощи. Поэтому я каждый день готов говорить им спасибо за то, что они делают. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». Встретимся через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»